Травмы голеностопа, лучезапясного сустава, поясницы из затылочной области головы. Вот примерный список самых популярных жалоб, с которыми горожане обращаются в травмпункты весной. В то самое время, когда погода еще скачет от минуса к плюсу. Падают все, рассказывают медики. Утром это травмы по пути на работу. После обеда наступает время пациентов старшего поколения и людей пенсионного возраста, которые вышли в аптеку, в ФЦ за продуктами или просто на прогулку. И тоже пали жертвой скользких тротуаров. А вот по вечерам с травмами обращается в основном молодежь. Те из них, кто раньше всех меняет зимнюю обувь на кроссовки и туфли. И именно обувь чаще всего и повышает риск попадания в поликлинику в сезон весеннего распутия. Как обезопасить себя от падения жителям и как борются за гололедом коммунальщики? Узнаете уже сегодня в новом выпуске программы «Больше чем новости». Обувь зимнюю нужно. Пока ходить в зимнюю обувь. Не переходить раньше времени на летнюю обувь, на туфли, потому что она затвердевает. Даже при плюсовой температуре она как льдышка. Она скользкая очень. И вам не поможет никакая ловкость, если у вас очень скользкая обувь. Поэтому вот это основная ошибка. Они прямо и поступают в этих туфельках. Свыше 100 тысяч кубометров ТКО вывезли в минувшем году с нефтяных и газовых предприятий округа. Недропользователям в этом помогает региональный оператор Юграэкология. В округе более 2000 объектов предприятий ТЭК включены в отдельную категорию системы обращения с отходами. Это различные промышленные площадки, где живут и трудятся десятки тысяч рабочих. Они образуют коммунальные отходы, которые нуждаются в правильной утилизации без ущерба окружающей среде. Для предприятий разработаны отдельные маршруты перевозки ТКО. Здесь есть свои особенности. К примеру, значительная удаленность объектов от полигонов. К тому же приходится использовать транспорт повышенной проходимости зимой по автозиме, куалетом по грунтовым дорогам или с помощью речных паромов. И, как следствие, повышенный расход топлива. Однако, как сообщает Юграэкология, 100% предприятий оплачивают эти услуги, демонстрируя высокую экологическую ответственность. Почти 12 километров дорог отремонтируют в городах Югры в этом году. Как пояснили в профильном управлении, решение о ремонте конкретных участков принимается на основании диагностики состояния уличной дорожной сети. Кроме того, учитывается мнение жителей. И уже после этого верстаются адресные схемы ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, Фантемансийске отремонтируют часть объездной улицы. В Нефтьюганске частично обновят улицу Набережную. В Нижневартовске запланирован ремонт «Интернациональный», а в Сургуте ожидается ремонт «Нефтьюганского шоссе». На время работ некоторые улицы будут временно закрыты, поменяют и маршруты общественного транспорта. Почти 900 югорчан заявились на конкурс чтецов «Бессмертие и силы Ленинграда». Больше всего заявок организаторы получили из Сургута, Сургутского и Кандинского района. Конкурс посвящен 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 105-й годовщине со дня рождения выдающегося писателя-фронтовика, защитника Ленинграда Даниила Гранина. Проводится состязание чтецов в цифровом формате. Участникам нужно было записать аудиоверсию произведений писателей-фронтовиков. Всего организаторы получили 897 заявок. Теперь экспертному жюри предстоит прослушать все конкурсные работы и отобрать лучших, которые примут участие в региональном этапе и смогут побороться за призовые места. Нягонские спасатели помогают коллегам, которые сейчас несут службу в зоне проведения специальной военной операции. На днях из Нягони бойцам на передовую отправились два отечественных автомобиля «Нива» и «Баргузина». Также около 50 коробок гуманитарного груза. Вместе с техникой сотрудники МЧС передали коллегам электрогенераторы, сухие пайки, спальные мешки и маскировочные сети, которые жизненно необходимы там, где ведутся боевые действия. Доставить гуманитарный груз за ленточку планируют через неделю. С начала проведения специальной военной операции проводим, как правило, ежеквартально. То есть мы отправляем своим коллегам. Мы сделали к 375-летию со дня образования пожарной охраны Российской Федерации, который будет праздновать с 30 апреля. То есть нашим коллегам там, я думаю, очень будет приятно. Также туда благодарственные письма, грамоты отправили и медали памятные. Молодые авторы социальных инициатив закрыли сезон проекта «Мой лидерский дневник» в Кантамансийске. Более 40 девушек присоединились к новой образовательной программе от Фонда общественной дипломатии Евразийское объединение женщин-региональных лидеров. Каждая из участниц – начинающий предприниматель или будущий руководитель НКО. Югорские активистки объединились с целью организовать большое обсуждение своих социальных проектов. Программа рассчитана скорее не на теоретическое освоение знаний о бизнесе или знакомство с построением риск-стратегии. На этих занятиях девушки обсуждали собственные внутренние препятствия, которые мешают им, как будущим руководителям, выстраивать деловые отношения. По итогу тренинг курса участницы получат именные сертификаты от кураторов. Это кураторы, которые ведут тренинги, которые ведут всякие форумы личностного роста, которые помогают развить бизнес, развить какие-то навыки коммуникации. И нас в основном прорабатывали наши ошибки, которые не позволяют нам двигаться дальше и становиться лидерами в целом в наших проектах. Югра вновь примет международное шахматное событие. В ближайшие 10 дней в нашем регионе пройдет командный чемпионат азиатских городов по шахматам. Это первое состязание, которое принимает Россия в рамках азиатского шахматного календаря. В чемпионате выступят команды из 11 стран. Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Малайзия, Монголия, Непал, Оман, Палестина и Шри-Ланка. Россия как страна-хозяйка представит на чемпионате сразу 4 команды. Это будут сборные городов Москва, Сургута и Тула. И молодежная команда Хандоматийска. Добавлю, командный чемпионат азиатских городов проводят с 1979 года. Действующим чемпионом является команда Тегерана, выигравшая турнир в 2019 году. С тех пор командные чемпионаты азиатских городов не проводились из-за пандемии коронавируса. Губернатор Югры встретилась со студентами Губкинского университета. Вуз является кузницей инженерных кадров для предприятий ТЭК. По приглашению губернатора ранее губкинцы приняли участие в форуме «Нефтяная столица». Многие из них проходят практику на предприятиях округа. Теперь Наталья Комарова лично приехала в ВУЗ, чтобы рассказать обучающимся о возможностях трудоустройства в Югре. Чтобы студенты уже сейчас могли лучше узнать об округе, глава региона презентовала ВУЗу 8 томов многовековой истории Югры. Седьмой том издания посвящен освоению нефтяных месторождений. Наталья Комарова рассказала студентам о перспективах добычи нефти в Югре и вызовах, с которыми регион столкнулся в современных условиях. В частности, Югра участвует в федеральном проекте, цель которого – выработка наиболее эффективных методов добычи нефти с применением отечественного оборудования. Впрочем, речь шла не только о добыче недр, но и о различных возможностях для комфортной и насыщенной жизни в регионе. Я приведу высказывание Алексея Конторовича, который отмечал в Баженовской свете, если мы научимся грамотно с ней работать, нефти не меньше, чем то, что мы добывали. Поэтому Западная Сибирь будет работать на Россию весь 21 век. В этом нет никаких сомнений. Даже если вы не сразу примете это решение, знайте, что билет с открытой датой. Добро пожаловать к нам жить и работать. Югра – это огромная площадка для работы, для реализации своих идей, для реализации себя в трудовой деятельности, в научной, как сказала уже Наталья Владимировна, на лекции. Очень много возможностей. Как мы знаем, Россия – страна возможностей, а Югра – ее ярчайший представитель. Югорчан приглашает принять участие в международной премии «Мы вместе». Это одна из тех наград, которая поддерживает лидеров социальных преобразований. За последние три года на премию было подано почти 100 тысяч социальных проектов со всей России и из 95 стран мира. В минувшем году Югра заняла одно из лидирующих мест по количеству инициатив, отправленных на конкурс. Всего от региона было подано 465 заявок. 56 проектов признали лучшими в своих категориях. В этом году организаторы обновили модель премии, предложили новые номинации и возможности для участников. Теперь заявлять можно и проекты, и общественно значимые поступки, практики, меценатства и настальничества. Впервые участие в программе могут принимать муниципалитеты и регионы, которые представляют свои комплексные программы развития добровольчества. В Хантамансиске сегодня откроется выставка «Верить, любить, жить». Фотографии военных корреспондентов Донбасса можно увидеть в КТЦ Югра Классик. Они показывают реальные события последних лет в зоне СВО. Некоторые из них уже выставлялись в Донецке в рамках президентского гранта. На выставке будут работы непосредственно участников СВО, например, медсестры и штурмовика Анастасии Морозовой с позывным «Тишина». Организаторами и партнерами выставки стали Союз журналистов России в ДНР, филиал Фонда защитники Отечества в Югре и Общественная палата Югры. Жители Октябрьского района отпразднуют новоселье в этом году. Местные власти планируют ввести в эксплуатацию не менее 10 тысяч квадратных метров по нацпроекту «Жилье и городская среда». Новоселами в первую очередь станут жители аварийных домов. В прошлом году в муниципалитете стало меньше непригодного жилья на 8,5 тысяч квадратных метров. Условия улучшили более 400 человек. Югорские новеллы продолжают покорять мир. Фильм Александра Авилова будет участвовать в международной конкурсной программе фестиваля в Португалии, который пройдет с 15 по 19 мая. Картина рассказывает пять историй о людях, которые не стремятся в большие города. Они сознательно выбрали жизнь на родовых угодьях или поселках югорской земли. Это документальная лента, в которой снялись реальные югорчане разных профессий. Также на этой неделе югорские новеллы показали на Чукотке. В Анадоре стартовал арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон». Картина Югрем вошла в программу спецпоказов.